Послание к Титу, глава вторая. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем не прикословить, не красть, но оказывать во всем, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличайся всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя.